Как дела? Приходи, поговори с нами. Как дела? Да, я в порядке. Мне любопытно, как вы можете думать, что Иисус или кто-то вроде Него мог быть мусульманином? Ты знаешь, что такое мусульманин? Ну, они не существовали до ислама. Это неправда. Вот почему у нас есть этот билборд, который проясняет этот момент. Хорошо. Кто такой мусульманин? Мусульманин – это тот, кто подчиняет свою волю Создателю. Итак, по определению, Авраам, Моисей, Иисус и Мухаммад, мир им всем, были мусульманами. Потому что они… Но это не такие мусульмане, какими их считает мир. Что ж, тогда мир смотрит на них неправильно. И именно поэтому мы здесь, чтобы обучать людей, верно? Да, но это… Ислам начался не с пророка Мухаммада, мир ему. Ислам был религией Адама, Моисея, Авраама, Иисуса и Мухаммада, мир им всем. Если мир этого не признает, то именно поэтому мы здесь, чтобы прояснить заблуждение. Мусульмане – это те, кто подчиняются… Я не буду, я не хочу открывать… Ну, ты задал вопрос, и я просто отвечаю на твой вопрос. Нет, я знаю. Просто нет смысла продолжать. Я просто хотел понять, откуда ты исходишь. Теперь ты понимаешь, откуда я исхожу? Я понимаю, откуда ты исходишь, но я не согласен с тобой на сто процентов. Конечно, ты имеешь право не соглашаться без проблем. Ты христианин? Нет, я еврей. Хорошо, позволь мне спросить тебя. Ислам представляет опасность евреям. Почему? Почему это опасно? Потому что ислам экстремистский. Я не говорю, что каждый… Ладно, ну, еврейские экстремисты тоже очень опасны. Давай не будем говорить о… Нет, ну, Цахал совершает немало убийств. Евреи-сионисты совершили много террористических актов. Те же взрывы в отеле «Цар Давид». Ты ведь сионист? Да. Хорошо. Те-те-те-те-те-те-те-те-те-те-те-те-те-те-те-те-те-те-те-те-те-те-те-те-те-те-те-те-те-те-те-те-те-те-те-те-те-те-те-те-те-те-те-те-те-те-те-те-те-те-те-те-те-те-те-те-те-те-те-те-те-те-те-те-те-те-те-те-те-те-те-те-те-те-те-те-те-те-те-те-те-те-те-те-те-те-те-те-те-те-те-те-те-те-те-те-те-те-те-те-те-те. Хорошо. Я могу посмотреть это. Посмотри. Взрыв в отеле Тярдевит. Хорошо, я сделаю. Абсолютно. Поищи это. Я не собираюсь говорить, что ты не прав. Потому что я не говорю, что все израильтяне невиновны. И все евреи невиновны. Хорошо. Я рад, что ты этого не делаешь. Есть проблемы с обеих сторон. Конечно. Также не все мусульмане невиновны. Мусульмане совершают ошибки. Они делают неправильные вещи. Я считаю, что мы должны признать это, не так ли? Вопрос в том, но их численность больше, чем евреев-экстремистов. Ислам является экстремистским. Здесь я не согласен с тобой. В мире всего 14 или 15 миллионов евреев. Тогда в процентном соотношении у вас больше еврейских экстремистов. Существует множество еврейских экстремистских группировок. Посмотри на... Нет-нет. Посмотри на поселенцев, которые ходят с оружием и стреляют в людей в их домах. Это крошечный процент, я не ошибаюсь. Ты знаешь, сколько мусульман в мире? Да. Почти 2 миллиарда. Я знаю. Сколько из них экстремисты? В процентном соотношении их меньше, чем у евреев. Спасибо. Даже если в процентах это так, то сколько всего? Нет, смотри, если брать просто цифры, то у христиан больше экстремистов, чем у мусульман. Возможно, особенно в этой стране. Нет, дело в том... Хорошо, я имею в виду, это интересно. Привет, как дела? Извини, позволь мне закончить с ним. Я думаю, что большинство вещей, характеризующих исламскую репутацию, исходит из Ирана. Братья и сёстры, прошу, ставьте лайки и пишите комментарии, чтобы как можно больше людей получили пользу от этих видео. И также делитесь со своими знакомыми. Здесь я согласен с тобой. Да, я персидский еврей. Хорошо. Позволь мне задать тебе вопрос. Позволь мне задать тебе вопрос, как персидскому еврею. Ты веришь в единого Бога? Я вообще не верю ни в какого Бога. Так ты атеист? Нет-нет, я спиритуалист. Агностик? Я не хочу вешать на это ярлык. Нет-нет, но ты ведь сионист. Но не веришь в никакого Бога? Нет, я сионист в том смысле, что иудаизм — это больше, чем религия. Это этно-религия. Я понимаю. И это исходит из того, что они находились на этой земле тысячи и тысячи лет. Понял. И поэтому речь идёт не только о религии еврейского народа. Для меня это не просто религия. Но ты веришь в Бога? Лично я нет. Ладно, это всё, что я спрашиваю. Значит, ты агностик или атеист? Я верю в духовное. Это как агностик. Универсальную энергию. Но ты не веришь в Бога. Ты сионист, но ты не веришь в Бога. То есть ты сионист, но ты агностик. Давай оставим это как есть. Хорошо. Ты веришь, что Моисей существовал? Я не уверен в этом. То есть ты... Возможно, но я не уверен. То есть когда сионисты говорят, те вещи, которые написали люди, возможно, с ошибками. С ошибками. Как в Библии и Коран. В Коране нет ошибок. Не приводи Коран. Хорошо, покажи мне. Покажи. Я не знаю. Подожди, подожди. Позволь мне говорить с ним. И после того, как я закончу, я поговорю с тобой. Так что, если ты делаешь утверждение, я буду рад увидеть доказательства. Если ты говоришь о Новом Завете или Ветхом Завете, я могу показать тебе ошибки. Я не претендую на звание эксперта. Хорошо, я понял. Тогда не делаю утверждение, что есть ошибки, если у тебя не доказательства этого. Я сказал, что, вероятно, есть ошибки. Но вот в чем дело. Люди записывали эти вещи на протяжении многих веков. Смотри. Коран отличается. Коран был выучен наизусть. Я не говорил о Коране. Ты спросил меня о Моисея. Я оценю это. И даже Иисус и все, что написано в Библии. Хорошо. Эти истории, рассказанные и записанные людьми на протяжении поколений. Что ты думаешь о Иисусе? Что ты думаешь о Иисусе? Это, вероятно, человек, который существовал. Ты веришь, что он родился чудесным образом без отца? Нет. Так ты веришь, что он родился... Я не верю, что он родился чудесным образом. То есть ты веришь, что Мария... Я думаю, что он человек, который, вероятно, обладал качествами, которые приписывают тому, кто пытался творить добро. Хорошо. То есть ты веришь, что Мария прелюбодействовала, чтобы забеременеть? Потому что это не было от ее мужа, верно? Я не знаю, кто. Меня там не было. Откуда мне знать? Хорошо. Я лишь спрашиваю, во что ты веришь, верно? Ты веришь, что Иисус родился чудесным образом без Отца? Я так не думаю. Хорошо. Ты веришь, что Он был пророком или мессией? Я верю в науку. Я не верю, что женщины могут забеременеть духовно. Понял тебя. Я думаю, что должен быть еще один фактор, в котором должна быть задействована сперма. То есть ты веришь, что Иисус произошел от человеческого семени? Да. Хорошо, я просто спрашиваю. И как еврей, веришь ли ты, что Иисус был мессией и посланный Богом? Я в это не верю. Хорошо, я просто спрашиваю, просто уточняю. Спасибо, я ценю это. Потому что я верю, что Иисус родился чудесным образом. Хорошо. Я верю, что Иисус был пророком. Ты волен. Я люблю Иисуса. Ты имеешь право на свою веру. Нет проблем. Хорошо. Как сионист, ты веришь, что Бог дал эту землю народу Израиля? Я не обязательно верю, как я говорил, что Бог дал эту землю. Я действительно считаю, что евреи имеют наибольшее право на эту землю, поскольку они прожили там дольше всех и имеют археологические и научные доказательства того, что они жили на этой земле. Ты знаешь, что сегодня большинство израильчан этнически из Европы? Это не так. Ашхеназия. Да, посмотри. Нет. Да, так и есть. Иди, посмотри. Большинство Ашхеназий европейцы. Они этнически с этой земли. Да, есть европейские евреи, находящиеся в Израиле. Ты ведь сам перс. Тогда ты даже не из Израиля. Ты из Персии, верно? Я вообще-то из Канады. Мой отец из Ирана. А мать из Восточной Европы. Ты перс. И ты утверждаешь? Хорошо, смотри. Я не из мусульманского мира. Слушай, слушай, слушай. Итак, твоя мать европейка. Твой отец перс. Какие у тебя права в отношении Палестины? Моё личное право? Да. Я имею в виду, мои предки оттуда. Нет, ты перс и европеец. Ты не из Палестины. Это не твоя земля. Я не говорил, что это моя земля. Нет-нет, но ты ведь сионист, который считает, что эта земля принадлежит таким людям, как ты. Но ты даже не оттуда. Твой отец перс, а твоя мать европейка. Большинство израильтян находятся там, как потомки, которые жили на этой земле или были... На самом деле это неправда. Поищи это. Был сделан тест ДНК. Они были изгнаны с этой земли на протяжении веков и вернулись на землю. Кто жил там до них? Раньше евреев? Да, раньше евреев. Я не знаю. Тебе придется вернуться более чем на 2000 лет назад. Значит, там были люди? Конечно, там жили палестинцы. Раньше. Свобода Палестиня. Спасибо, все нормально. Все нормально. Нет, я ухожу сейчас. Он перс и европеец. И он говорит о захвате земли Палестиня. Что это за сионист? Он даже не верит в Бога. Что это за сие? Я не верит в Бога. Который, как он разбит в Бога. И твои Site- partout.